Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик и сегодня мы продолжаем Stella Challenge. В данном этапе Stella в более-менее собранном состоянии. Уже вчера проходила вкладку под нагрузкой с моим весом и показала все косяки, связанные по мопеду, исходя из его технического состояния. Первым делом мы до установили фильтр, еще в черте, когда мной куплены. И, в общем-то, мопед стал чуть тише работать. Фильтр работает с оглушением на впуске, плюс глушитель. Я думаю, там потрохов нет, поэтому он громко продолжать будет работать. Еще один из косяков, который вылез, при очень глубоком повороте руля в правую сторону. Особенно это проявилось, когда мопед вот так вот завалился. Вытянулась клемма освещения. Не видно вон клемму. Фокус, конечно, плохо наводится на моей мыльнице, но видно. Торчащая клемма из штекерной колодки. Это связано с тем, что тут до сих пор не восстановлено ограничить поворот руля. Вот это мы будем устранять. Провод, скорее всего, будет удлиняться. Вот это экибана из кучи кольцевых клемм. Это специальный минус, о котором я говорил. От всех потребителей, даже от слышалки минус доведен в одну точку, где приходит минус генератора. Поэтому работа электрооборудования просто безопречная. Еще из косяков, которые вылезли. Лапка, она так как бэушная была, найдена там из запчастей, из ящиков. То, что было, то и прилепили. Шлицы просто аператные и она даже не затягивает. Но это мелочи. Еще один из косяков, который вылез при обкатке. Вот этот вот спидометр, он отматывает километраж. Судя по всему, это скорее спидометр от двигателей серии ша-50, ша-58. У них привод располагался с левой стороны. Потому что вот этот вот привод спидометра 501, он работает, если сверху на него посмотреть, против часовой стрелки. И, следовательно, на входе в спидометр, то есть скорость меня никак не росла. Тут ограничители есть, поворота стрелки. А вот зато километраж минус два километра мы накрутили. Хотя, правильно или неправильно считать, я не знаю. Тут неважно. Еще один из косяков. Крупочка бензобака оказалась короткой. И вот тут вот вы видите излом. То есть надо будет ее удлинить. Ну, это уже позже будем разбираться. Крыло тоже подлежит небольшой замене. Там у меня запасной есть, но оно тоже трошки в плачевном состоянии. Иначе грязь, вот как видно, из луж летела прямо на бак. По сидушке. Тут большое замечание. Тут отсутствуют родные такие вот направляйки. И тут резинки должны быть. Поначалу я думал, что это было причиной трещины на баке. Хотя, если вот с этого ракурса взглянуть, то крышка не касается в общем-то сиденья. Но у нас тут есть вот такая вот. Спасибо моему другу, он заметил вот эту трещину. То есть бак придется еще заваривать. Ну, а пока я, наверное, буду производить снятие карбюратора. Мы его запаяем по методике Wagner-Land. Там надо воздушный жиклёр запаять и просверлить до 0,5 миллиметров. Ну и будем снимать коммутатор. Его тоже надо перепаять по компонентам. Буду его расколупывать. Может, найду где-то в гараже. У меня есть еще один коммутатор. Вроде бы был. Но я вот не помню. Надо будет пошарить. Где он может на компоненте стоит. Это все предстоит мне. Так что, на сегодня все. Спасибо за внимание. Ждите продолжения. Всем пока.